Запорожец в советское время стал именем нарицательным. Первый ЗАЗ-965 был разработан на предприятии МЗМА. Однако мощностей для выпуска еще одного автомобиля не хватало и его производство перенесли на Запорожский автомобильный завод. Специалисты предприятия время зря не теряли и уже в 1966 году свет увидел новый Запорожец или ЗАЗ-966. Он действительно может считаться новым, поскольку очень сильно отличался от предыдущей модели. В 1979 году из ворот завода выехал ЗАЗ-968М. Вообще на предприятии за период с 1960 по 1994 год было собрано почти 3,5 миллиона автомобилей марки Запорожец. Но вот интересно, какие бы изменения с автомобилями этой марки не происходили, ни одна модель не имела 4 двери. Чем же объясняется любовь производителя к двухдверному варианту? Версий есть несколько. Так, например, некоторые считают, что сделано это с целью дать кузову большую прочность. Все-таки две двери дают более жесткую конструкцию, чем четыре. А если учесть, что запорожцы часто использовали на селе, где с дорогами беда, там запас прочности был не лишним. Но скорее всего дело все же в экономике. Дело в том, что автомобили марки ЗАЗ это совсем бюджетные машины. Если посмотреть на европейские автомобили того времени и этого же класса, мы там тоже увидим в основном двухдверные варианты. Конструкция с двумя дверями в производстве выходила дешевле. Кроме того, если бы у запорожца было четыре двери, это сказалось бы на их размере, ведь для задней двери необходима стойка для их крепления, а значит передние двери стали бы меньше. При размере запорожца они явно получились бы достаточно неудобными. Увеличение автомобиля сразу делает его дороже. Тем более на запорожцах редко ездили вчетвером. В основном на них возили картошку или другой сельскохозяйственный груз. Так что больших проблем двухдверность автомобиля не доставляла. А вы как считаете, надо было на запорожце делать четыре двери или две, вполне хватало?